Привет! Сегодня на канале Страны Мира мы вновь поговорим о Туркменистане. Вернуться к рассказу о стране я вынужден в связи с тем, что первая версия получилась далеко не правдивой в части обзора социальной и экономической сфер. Все желающие ознакомиться с первой версией ролика, а также узнать о достопримечательностях, могут пройти по ссылке в описании. Приношу извинения за ряд накладок в первой версии. В частности, за некорректное ударение в словах «Аваза» и «Дарваза». Итак, начнем. Власти Туркменистана значительно приукрашивают суровую действительность, из всех сил пытаясь сохранить диктатуру на территории страны. В настоящее время Туркмения является неким плагиатом Северной Кореи. Мужчины до 30 лет не могут выехать за пределы страны даже при наличии военного билета. Да и не только мужчины. Въезд в страну также осложнен. Доля отказа в туркменской визе достигает 98%. Открыть границу было бы выгодно для экономики, но опасно для режима. Кто их знает, что эти туристы тут еще нафотографируют. Чтобы вернуть своих граждан в страну, власти всерьез размышляют над тем, как использовать детей граждан в качестве инструмента возврата. В свободной продаже валюты, долларов и евро практически нет. Реальный курс валюты в несколько раз занижен, так как у меня на черном рынке он в районе 16 монат за доллар, а власти заявляют о курсе в 3,5 моната за доллар. По действующим правилам физические лица могут покупать доллары или евро на сумму, не превышающую их месячную зарплату. Вот что говорит. В стране создана курортная зона Аваза. Но только попасть туда обычному туркмену практически нереально. Отдыхают тут в основном госслужащие, полицейские и военные, которым выезд за границу запрещен в принципе. Путевки же для простых граждан стоят очень дорого. Ходят слухи, что если приезжает отдыхать Берды Мухаммедов, то всех отдыхающих либо запирают в номерах, либо попросту выселяют без возврата денег. Туркмен Баши, Красноводский. Слуги режима все перекрывают, и весь отпуск может пойти на смарку. Жабакам в море выходить запрещают. Их лодки за неделю до появления правителя и еще неделю после него усиленно охраняют, чтобы ими не пользовались. Совет старейшин Туркменистана объявил. Мы так хорошо живем в эпоху могущества и счастья, что жители страны могут без проблем платить за газ, воду и электричество. А могут ли? Вряд ли. Так зарплата стране составляет 8-12 тысяч рублей, а пенсия не превышает 2 тысяч рублей. Если ранее гражданам полагалось до 200 литров бензина ежемесячно, то сейчас бензин платный и постоянно дорожает. В течение последнего года население страны столкнулось с сокращением рабочих мест, включая увольнение работающих пенсионеров, резким ростом цен, в том числе на продовольствие и товары первой необходимости, медицинские и коммунальные услуги. В октябре 2017 года правительство Туркменистана приняло решение об отмене льгот по предоставлению населению воды, света и газа, которыми население страны пользовалось в течение 25 лет бесплатно. Между тем, президент получает премию в 100 тысяч долларов, повышает себе зарплату, параллельно устраивая шоу с увольнением генпрокурора. Стране мука выдается по талонам, при этом надо взять справку о составе семьи, чтобы ни в коем случае не купить на лишний килограмм. Теперь туркменам не хватает сахара, масла, яиц, сигарет и других вещей. Власть начала прибегать к административным мерам, вводить талоны и заставлять продавцов снижать цены. Следствием чего стало лишь то, что покупатели платят за товар не ту цену, которая указана на выставленном на показ ценнике, а выше, названную продавцом. Подавляющее большинство граждан страны живет крайне бедно, несмотря на то, что по уровню добычи нефти Туркменистан входит в десятку стран в мире, а по объемам запасов газа на четвертом месте в мире. Кто-то скажет, что зато у них ипотека под 1%. Да-да, только взять ее нереально, так как далеко не каждому дадут кредит на элитное жилье в Ашхабаде, ведь платеж по кредиту значительно превышает среднемесячный доход многих семей. В результате, многие дома так и остаются незаселенными полностью. Все строится, дома, больницы, санатории, детские лагеря, вот только большинству населения они не по карману. Все платное и цены дикие. Всюду коррупция и воровство. Даже денежные переводы до получателя доходят не полностью, а иногда и вовсе не доходят. Продолжение следует.